Непокорный Путин избивает Макрона. Олег Адольфович на ресурсе «Рука Кремля» за 9 февраля 2022 года. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что ваши лайки, комментарии, репост будут продвигать не только это видео, но и весь канал в целом, невзирая на все запреты и препоны Ютуба. Только при вашем активном участии, в том числе и финансовом у этого канала, возможно и есть будущее. Большое спасибо за понимание. После более чем пяти часовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве, почти не оставалось сомнений в том, что Эммануэль Макрон вошел в логово медведя Гризли и его растерзали. Здравствуйте. Это прямая цитата. Вот отсюда. Клик-переход. Именно с нее начинается разбор прошедших в Москве переговоров между президентами России и Франции. Заголовок тоже оттуда. Он настолько прекрасен, что вообще не хочется придумывать что-то свое. Хотя вариантов масса. Учитывая, что более 100 тысяч российских военнослужащих и тяжелое вооружение, сосредоточенные на украинской границе, президент Франции и его советники настаивали на том, что среди западных лидеров только Макрон обладает уникальными возможностями убедить Путина пойти по пути до эскалации. Вместо этого Путин выбрал путь неповиновения, заявив, что Крым это Россия и что если Украина вступит в НАТО, европейские страны автоматически окажутся в состоянии войны с Россией. Ткнув пальцем в лицо французскому репортеру, он сказал, что Россия является военной сверхдержавой и ядерной сверхдержавой, предупредил. Победителей не будет и вы будете втянуты в этот конфликт против своей воли. Далее начинается вообще что-то невообразимое. Уже через пару абзацев мы натыкаемся вот на это. В какой-то момент, настаивая на том, что украинское правительство должно быть вынуждено выполнять положение минских мерных соглашений, Путин даже процитировал строчку, которая фигурирует в непристойной песне с намеками на изнасилование и некрофилию «Нравится, не нравится, терпимая красавица», – сказал он. На все это Макрон практически ничего не ответил, кроме как настаивал на том, что важно продолжать разговор. И даже в этом вопросе Путин был бойким и пренебрежительным, настаивая на том, что во время встречи он чувствовал, что Макрон мучает его, слишком много говоря в своей попытке найти какое-то урегулирование. Судя по всему, Макрон выступал в роли посланника коллективного Запада, пытаясь выудить у Путина детали будущих военно-технических ответов России. И похоже, что в Кремле такие обрисовали в набросках, кое-какие варианты, которые точно не понравятся Западу. Кроме этого, у президента Франции была и другая, не менее важная задача. У него через два месяца выборы, поэтому сейчас Макрону необходимо красиво и зримо продемонстрировать избирателям свою влиятельность на международной арене. Одновременно с этим шли еще одни переговоры на другом берегу Большой Лужи. Там Байден встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. Шольцемат был задумчив, ибо поводов для этого у него более чем достаточно. Мало кто знает, что в Германии потихоньку растет непонимание политики нынешнего правительства среди бизнес-элит. В частности, европейские инвесторы проекта «Северный поток-2» уже заявили, что в случае заморозки газопровода будет через суд добиваться компенсаций от федерального правительства. Что интересно, шансы выиграть суд у инвесторов стопроцентные. И здесь не стоит думать, что речь пойдет о жалких 4,5 миллиардов долларов, которые европейцы вложили в СП-2. Есть уровень деловой репутации, есть упущенная прибыль, есть резервирование активов под гарантией федерального правительства. Все это может потянуть уже на десятки миллиардов. Если Берлин таки сертифицирует проект, а Брюссель откажется это делать, ЕСКИ ожидают уже европейскую бюрократию, которой придется платить инвесторов не из общего бюджета Евросоюза, а из денег, выделяемых странами ЕС на содержание аппарата в Брюсселе. И вот на этом фоне Вашингтонской бу-бу-бу, нам нужна консолидация Запада перед лицом российской угрозы и бла-бла-бла, в случае чего мы похороним Северный поток-2, вызывает целый ряд вопросов. Во-первых, если верить Байдену, то никакой консолидации Запада нет и в поймении, иначе зачем к ней призывать. А ее действительно нет, в то время как Прибалтика, Британия, Польша, Канада и Америка шлют на Украину вооружение и боеприпасы, Германия отделывается пятью тысячами касок. Мало того, на всех уровнях власти в Берлине царит жесткое неприятие военных поставок Киеву. Генетический ужас перед русскими перевешивает все доводы союзников по НАТО и Евросоюзу. Добавим сюда хорватов и венгров чисто для вкуса. Все консолидации накрылись, простынка и тихо ползет в направлении ближайшего кладбища. Если вспомнить, что в ЕС и НАТО все решения принимаются исключительно консенсусом, то говорить о евроатлантическом единстве перед угрозой с Востока уже не приходится. В Европе осознают, что Россия весьма жестко ответила на санкции. Следовательно, там есть и понимание того, что Россия ответит на военные вызовы со стороны Запада. И кто тут хочет быть первым в нервической очереди в медвежью берлогу? Во-вторых, закрытие проекта СП-2 возможно только в случае прямого столкновения между Россией и Западом. Да, для этого полем боя выбрана Украина, но кто сказал, что русские начнут именно там? 31 января 2022 года Мали выслала к чертовой бабушке французского посла. В Бомака заявили, что идущая с 2012 года операция Франции против терроризма в этой стране привела к тому, что под контролем террористов оказалась едва ли не большая часть территории Мали. Примерно по тому же сценарию ранее развивались события в ЦАР. Там французы «боролись» с 2008 года, а пришедшие им на смену русские навели порядок всего за год. Мали – это больная тема Парижа. Но куда больнее будет появление русских в Алжире и Тунисе. А там тоже проблемы с исламистами, их необходимо решать, причем срочно. Влияние алжирской диаспоры во Франции вообще трудно переоценить. И теперь представьте, если она вдруг начнет транслировать кремлевские нарративы о неделимости безопасности. Ужас, ужас, ужас. В первую очередь для властей Пятой Республики. Между тем, ночная пресс-конференция в Кремле вызвала разброты шатания на Украине. В медиапространстве творится черт знает что. Эксперты в студиях с красными от недосыпок глазами пытаются натянуть очередной салоноглобус Украины. Порошенко даже не пытается оправдаться, а за его спиной незримой и грозной тенью внезапно встает тень Путина. И как теперь жить, пану Зеленскому, спрашиваю я вас. Это настолько хорошо, что я просто вынужден процитировать Владимира Владимировича. Кстати говоря, в свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда много иронизировал по этому вопросу, но сегодня хочу подтвердить свои предложения. Несмотря на наше серьезное расхождение по этому вопросу, по вопросу урегулирования на Донбассе, и я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России. Это не все. Далее Путин и еще подсыпал перчика в горелку. Сейчас на того же Порошенко накатывают, теперь обвиняют его в госизмене, намекают на то, что он подписывал Минские соглашения. Да, он подписывал соглашение, но и что? Вся страна это приняла. Это подтверждено резолюцией Совбеза ООН. Я же не шутил, когда говорил, знаешь, придет еще время, мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище по гуманитарным соображениям. Не потому, что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям. Так и знал, что так будет. Как в воду глядел, так и произошло. Вот, пожалуйста, теперь он там под следствием. Пан Порошенко, которого внезапно разбудили посреди ночи, тут же принялся строчить ответ в Твиттере. Естественно, все эти, жму руку, обнимаю, сейчас Петру Алексеевичу припоминают с особым сладострастием. Дескать, вот оно, расчехлилась кремлевская консерва. Вот он, настоящий агент Путина, сдавшись по трахами иловайские, и дебальцевские котлы, и подписавший мирные минские угоды, за которые сейчас и подвесили Украину. Заодно почти во всех студиях транслируют слова пана пятого президента, что это именно он написал в Минске соглашение. И некоторые эксперты в ажиотации закатывают глаза и падают в обмороке. И за коварство Путина. Это ж с каких времен он растил эту консерву? Знаете, в чем истинный троллинг Путина? Сейчас сомнению подвергают все действия Порошенко, в том числе и Томас с Раскольничем ПЦУ, и Армавер, армия Мова Вера, и даже потакание ультра-националистам. По всему выходит, что все это кремлевские проекты, направленные на развал Украины изнутри. К тому же украинцы отметили, что пресс-конференции в Кремле дело не ограничилось. После нее был еще поздний ужин двух президентов, которого сам Макрон предпочел переночевать в Москве, а не сразу же влететь в Киев. Вот во время сна Путин его и перевербовал, ибо коварство KGB границ просто не знает. Как говорит Антонио Бандерас, плохому танцору каханас мешает. Сейчас пан Зеленскому понадобится очень крепкий каханас, поскольку после слов Путина пан Порошенко будет вынужден доказывать свою лояльность. Украине и Батьке Бандере всеми возможными и невозможными методами, в том числе и за счет сноса нынешней власти в Киеве. И теперь давайте представим, что через некоторое время в украинскую прессу просочится некое письмо из Москвы в офис пан президента, в котором ему гарантируют, что Ростов таки резиновый, и что он тоже может рассчитывать в случае чего. Там, где Байден и Шольц, казалось, были полной решимости укрепить жесткую линию Запада, Макрон говорил в тоне умиротворения, неоднократно выражая свою озабоченность интересами России и даже ссылаясь на травму, которую Россия пережила за 30 лет после распада Советского Союза. Путин со своей стороны не казался травмированным. Напротив, он использовал пресс-конференцию после встречи, чтобы перейти в наступление, и снова и снова высказывая свои претензии к НАТО и Украине. Я хочу еще раз подчеркнуть, хотя я уже упоминала об этом, я бы очень хотел, чтобы вы действительно услышали меня и донесли эту мысль до своей аудитории, что если Украина вступит в НАТО, и если они решат вернуть Крым военными средствами, сказал он, европейские страны автоматически окажутся в военном конфликте с Россией. Похоже, что претензии России на Западе предпочитают не видеть, заведомо раздергивая наши предложения по кусочкам. И похоже, что этот год будет годом бесконечных переговоров между столкновениями России и Запада в самых неожиданных местах мира. И похоже, что Украину таки ведут к войне, обещая ей поддержку оружием и добрым словом. Теперь Киеву осталось выяснить, где на самом деле те красные линии, за которые не стоило бы переходить. Олег Адольфович, непокорный Путин избивает Макрона.